Просрочка Один из таких сетевых супермаркетов, видном на советском проезде, посетили участники федерального проекта «Народный контроль». Внимание обращали на скоропортящиеся товары. Они чаще всего и бывают просроченными. Кисломолочная продукция, детское питание, яйца, овощи, фрукты, зелень. За 20 минут рейда собралась корзина просроченных продуктов. Все это общественники попросили тут же утилизировать. И если в этом магазине просрочки нашлось только на корзину, то в другом супермаркете на улице Школьной для некачественного товара не хватило целой тележки. Общественники нашли полный ящик майонеза с истекшим сроком годности. Срок хранения майонеза при комнатной температуре 45 суток. Произведено данное изделие 13 декабря 2018 года. Соответственно, срок годности истек два дня назад. На выброс пошло и пол холодильника кондитерских изделий. Моя рекомендация – это смотреть обязательно на срок годности товара, особенно в молочной продукции, в детском питании, в консервированных товарах. Очень часто, хоть они и долго могут храниться, но в связи с этим сотрудники магазина могут долго не обращать внимания на них. Как и в предыдущем случае, просроченные продукты были тут же утилизированы. Представители народного контроля отмечают, с каждым таким рейдом некачественных товаров на прилавках становится меньше. Общественная акция дает свои плоды. Руководство всех продовольственных товаров, они знают, что есть такая общественная организация, которая наблюдает, следит, приходит и проверяет. Поэтому сотрудники стараются не нарушать законы прав потребителей. И я думаю, что с каждым годом это все лучше, лучше и лучше становится. Как известно, мы – это то, что мы едим. Поэтому не пренебрегайте сроками годности. Возьмите это себе за правило. Юлия Погосян, Егор Хлябич, Оргасадовская, ВиднетВ.